Всем привет! Сегодня у меня видео о посылочке. Это посылочка из магазина Мир Вышивки. Если вы еще ни разу не делали заказ в этом магазине, у меня для вас есть промокод Инесса. При этом промокоде вы можете получить 10% скидку на свой первый заказ. Обратите внимание, до 29 июня бесплатная доставка. Подробная информация обо всех акциях есть на сайте. Ссылочка для перехода в магазин есть под видео. Там же указан промокод. Будьте внимательны, как правильно пишется этот промокод. Ну и сейчас вам покажу, что же из этого магазина ко мне приехало на этот раз. Вот такой вот красивый складень. Да, я очень люблю вышивать иконы. Вот такой вот складень деревянный. Я сейчас покажу, как комплектуется этот набор, что в него входит. Такой складень я увидела на канале Юлии Лишенко. Она уже вышивала. Очень люблю иконы от фирмы Новослобода. Но вот такие еще ни разу не вышивала. У меня были другие, вышитые стразами, камнями. Выбрала я ангела-хранителя. Набор для вышивания бисером с рамкой и складнем. То есть получается, что вышив вот такую вот икону, нам не нужно будет искать рамочку, искать багетную мастерскую. Здесь уже все входит в набор. В наборе схемка. Как видите, вышивается вот так все рядочками. Не монастырским швом, а вот такими рядочками. Ну, в принципе, у меня есть уже подробные видео, как вышивать в такой технике. Ну, и сейчас давайте посмотрим, что же у нас с вами за складень. Вот такая деревянная коробочка с замочком небольшого размера. Вышивается очень мелким ювелирным бисером. Посмотрите, как все упаковано. На первый взгляд может показаться, что бисера здесь нет, но он вот так вот спрятан вот здесь, в таком специальном отсеке. Давайте посмотрим, что входит в набор. Ниточки, игла для мелкого бисера. И смотрите, какой красивый ювелирный бисер. Бусины и вот такой мелкий-мелкий бисер. Я еще ни разу не вышивала ювелирным бисером. Все собираюсь попробовать. Не знаю, как у меня это получится. А вот, как видите, здесь используются белые, серебристые и золотистые бисеринки. И вот смотрите, какие красивые вот такие вот пришивные элементы. Такие полубусины. Очень красивый получается складень, как я уже говорила. На канале Юлия Лишенко есть уже готовый. Она такой вышивала, я увидела и захотела тоже попробовать вышить. Аккуратненько нужно будет достать вот отсюда основу, вышить и опять так же аккуратненько ее сюда вставить. В конце видео мы с вами полистаем каталоги. А сейчас хочу вам показать вот такой наборчик от чудесной иглы. Это не совсем новинка, но относительно новый наборчик. Вот такой вот красивый, называется «Весенняя песня». У меня очень много вышитых работ от чудесной иглы. Ну, я уже рассказывала, что раньше наборы чудесной иглы комплектовались нитками Bestex. Эти нитки не очень хорошего качества. Но сейчас чудесная игла комплектуется нитками гамма. У них замечательные схемы, прекрасные разработки. Единственный раньше был минус – это нитки Bestex. Но сейчас комплектация гамма, канва гамма и ниточки гамма, на мой взгляд, очень-очень даже классные. Люблю вышивать. Вот такая вот цвето-символьная схема. Мне удобно вышивать по такой цвето-символьной схеме. Ну, в общем, вот такие вот значки. И мне нравится, что чудесная игла комплектует так свои наборы, что мы видим схему. Ну, то есть каждый может посмотреть и сделать для себя вывод, хочет он вышивать по таким наборам или нет. Потому что, допустим, когда покупаешь наборы черивно-мыть, там не всегда видно, какая схема идет – цветная глянцевая, либо черно-белая. И бывает это сюрприз. Не все любят по ярким глянцевым схемам вышивать. Ну, а здесь вот можно посмотреть и сразу видно, какая схема. Вот, в принципе, схема не бликует, не отсвечивает. Бэкстичи в этом наборчике немного. Вот видите, немножечко только у птички на перышках чуть-чуть. И немножечко на цветочках есть фрузелки. Ну, в целом, набор очень легкий. Размер готовой работы 21 на 27 сантиметров. Не такой уж большой размер. Используется 32 цвета мулине. Основу, как мы с вами видим, нежно-голубая. Светло-светло такая нежно-голубая. Не серая, а именно голубая. Очень красивая. И вот это вот сочетание такое розового цвета и голубого, на мой взгляд, вообще обалденное. Мне нравится этот сюжет. Такой миролюбивый, семейный сюжетик. Вы меня часто спрашиваете, какой набор можно вышивать на желание. Если вы хотите дружную крепкую семью, хотите детишек. Ну, вот мне кажется, что можно вот этот наборчик вышить. Если, конечно же, вы верите в приметы. Я не вкладываю в приметы такой глубокий смысл. Но все-таки есть зрители, которые любят вышивать на приметы. И часто задают такой вопрос. Какой именно сюжет можно вышить на семейное благополучие. Ну, я бы посоветовала вам для этого вышивать иконы. Но все-таки, если вы верите в приметы, то вот этот наборчик очень даже для вас подойдет. Ну, и дальше хочу показать, какой наборчик я выбрала. Это вот такой набор от Жар-Птицы. Да, я очень люблю вышивать на пластиковой конве. Вот такие замечательные грибочки. Это магнитики. И, кто смотрел мои предыдущие видео, уже видели мою огромную шкатулку с вышитыми игрушками, которые я вышивала для внучки Василисы. Она приходит ко мне в гости, когда очень-очень хорошо в эти игрушечки играет. Вот эти грибочки я уже видела вышитыми. Катя вышивальная черепашка. Эти грибочки уже вышивала, в Инстаграм выкладывала. Они замечательные, вот эти грибочки. И еще есть из этой серии бабочки. И скоро в продаже появятся жучки и пчелки. Я, в общем-то, хочу всю эту серию. Но пока у меня только грибочки. И планирую за лето вышить. Я на природу и на дачу беру всегда наборчики на пластиковой конве. Обзор на эти наборы я уже делала не раз. Сейчас вам делать не буду. Когда начну вышивать, там мы уже с вами подробненько посмотрим. Единственное, вот здесь на превьюшке грибочки вот так вот вырезаны грубо. Я вырезаю более тщательно. Но вы можете посмотреть. У меня есть о пластиковой конве отдельное подробное видео. Зрители меня просили подробнее рассказать, как я вышиваю наборы от этой фирмы, но и от других фирм на пластиковой конве. Я сняла подробнейшее видео, рассказала про все нюансы, какими иглами вышиваю, как фетр клею. Единственное, что я заменяю фетр на цветной. В наборах от Жарптицы белый фетр я люблю цветной. Давайте посмотрим, какая конва. Бывает конва прозрачная, бывает белая. Здесь белая. Я белую конву больше люблю, чем прозрачную. И вот такой вот идет тонкий фетр. Но фетр я беру жесткий и цветной. Жесткий цветной фетр также есть в магазине Мир Вышивки. Я уже заказывала там. На запас себе заказывала разные цвета. Можете посмотреть, он стоит там недорого. Есть мягкий фетр, есть жесткий. Мне нравится использовать жесткий. Он не настолько жесткий, как я думала. В принципе, нормально, идеально подходит. Красивые, яркие расцветки. Еще что хочу вам показать. Это серия. Серия сказки. Заказала я репку, любимую сказку Василисы. Еще ей нравится курочка ряба. Но здесь всего лишь можно заменить репку на курочку. И получится целая сказка. Василиса просто в восторге, когда мы с ней перечисляем, кто тянул репку. Посадил дед репку. Дедка за репку. Бабка за детку. Внучка за бабку. Жучка за внучку. Мурка за жучку. Мышка за мурку. Главное не перепутать. Тянут, потянут. И вытянули репку. В общем, вот такая сказка. На первый взгляд может показаться, что это такие маленькие наборчики. И очень быстро вышиваются. Нет, я не скажу, что они очень быстро вышиваются. Я даже смеюсь, что когда я вышлю всю эту сказку, внучка уже подрастет. Вот этот дед и бабка, они очень подходят под сказку курочка ряба. Курочка есть отдельно. Но у меня уже есть курочка с пасхальными яйцами. Поэтому я думаю, что она тоже подойдет для этой сказки. В общем, даже не знаю, с чего начать. Наверное, нужно начинать по очереди. С репки, потом детка, бабка. В общем, как все это в сказке идет, так нужно и вышивать. Вот, представляете, сколько работы. Кажется, что мало, а на самом деле очень-очень много. Мне нравятся эти игрушки. Они двухсторонние. В серединку я добавляю тоненький слой синтепуха. Ну, в общем, все, кому интересно, можете посмотреть предыдущее видео про вышивку на пластиковой конве. Ну и сейчас я покажу вам каталоги. Каталог от чудесной иглы. Вот, как мы видим на обложке, вот такая тыковка. Из этой серии два набора. Кстати, очень красивые. Вот мы с вами сейчас видим дачный такой сюжетик. Вот один и вот второй. Вот они, две тыквы. Размер работы не очень большой. 20 на 30 сантиметров. В основном стандартные картины от чудесной иглы 30 на 40. Эти немножечко поменьше. Вышиваются на аиде 14 каунта. Наверное, поэтому здесь присутствует вот такая пиксельность, потому что 20 на 30 сантиметров. Вот эта серия тоже очень красивая, цветочная. Обалденная серия. Небольшого размера, 26 на 34. Хотя, в принципе, как сказать, для кого-то они большие, для кого-то большие. Ну, в общем, подсолнухи. Вот мои любимые подсолнухи. И маки. Вообще, все эти наборы красивые, конечно же, все красивые. Вышиваются на конве кофейного цвета. Вот такая вот серия. Вообще, цветы и фрукты моя любимая серия. Я думаю, что многие из вас тоже любят вышивать такие сюжеты. Вот этот очень красивый сюжет. Синицы и вишни. Вот они, птички на вишенке. Кстати, птички, по-моему, те же самые. Здесь вот еще у нас вишня цветет. А здесь уже они сидят на вишенке. Вот такие вот ягодки. Виноград. Здесь у нас картины с полной зашивкой. Очень красивые летние сюжеты. Вот такой медовый аромат есть у меня. Летний аромат нет. Вот такой красивый тоже наборчик. Обалденный. Все хочется вышить. Руки пока не доходят. Девочки, кто спрашивал, какой набор я хочу начать, пока я заканчиваю то, что есть. Обязательно сниму вам в ближайшее время видео о моих текущих процессах. Вот этот мне очень нравится набор. Очень красивый наборчик. В лучших традициях название набора. 38 на 29 сантиметров. Вы знаете, чем мне нравится набор чудесной иглы? Что почти все они на конве 14 каунта. В принципе, для тех, кто не любит 14 каунт, можно заменить на 16-ю или на 18-ю. И тогда можно не переживать, у вас ниток обязательно хватит. Если набор идет на 18-й конве, и я, например, заменю на 14-ю, то большая вероятность, что ниток не хватит. А здесь мне нравится, что разработки именно идут для 14-й конвы. Вот эта чашечка с веткой яблони мне очень-очень нравится. 21 на 21 сантиметр. Такие красивые пчелки. Вот эта вот чашечка прям замечательная. Тоже с удовольствием бы вышила. Вот вы знаете, когда смотрю чудесную иглу, многие из их наборов я хотела бы вышить. Ну, за исключением вот таких малышек. Такие малышки я не вышиваю. Но если вы хотите вышивать на одежде, или, например, вот крышечка на баночку, декорировать 11 на 11 сантиметров, как раз самое то. В принципе, вот такие маленькие сюжетики, разработки, они тоже нужны. Для одежды они прекрасно подходят. Фонарики, знаменитые фонарики. Я думаю, что на ютюбе почти все уже знают эту серию с фонариками. Обалденные красивые фонарики. Вот такой вот замечательный чайный наборчик. Название для души. Корзиночки. Тоже многим полюбились уже вот эти корзиночки. Для рукодельницы. Вот, как видите, здесь ножнички. Здесь игольничка. Видите, опять ножнички, бусинки. Здесь клубочки с нитками. Ну, в общем, видите, да? Лилии для рукодельницы. Розы для мастерицы. Маки для искусницы. Пионы для умелицы. В общем, все для нас рукодельницы. Еще цветочная серия. Вот этот очень красивый набор. Ласковый май. Многие на ютюбе его уже вышивали. Вышивается на серой конве. И, кстати, на картинке или на превью он не так выглядит красиво, как он смотрится вживую. Обалденный наборчик. Вот серия на 18 конве. Эхинацея, шиповник, ромашки и морозник. Вот эта вот серия, она идет для 18 конвы. Ретро-автомобили. Для любителей таких городских сюжетов и для любителей автомобилей тоже есть серия. Далее идут картины с полной зашивкой. Это старые разработки уже чудесной иглы, но не менее любимы среди наших вышивальщиц. Многие их вышивают. Они все замечательные, все очень красивые. Вот этот набор «Вечерний звон» я видела вживую. Наша оренбургская вышивальщица Аня вышивала, ко мне приезжала, показывала. Очень-очень красивый, замечательный наборчик. Еще дальше идет цветочная серия. Вот это вот тоже разработка вкус лета. Очень старая. У меня есть такой набор, но все равно хочу вышить. Очень многие наборчики в моей коллекции давным-давно куплены, но все равно они не перестали быть у меня любимыми. Я все равно хочу их все вышить. Вот этот набор тоже замечательный, цветочный чай. Рябиновые бусы у меня в работе. Вышита где-то 1 четвертая, может быть даже поменьше. Тоже как-нибудь вам покажу. Вот эту сирень обалденную тоже хочу вышить. У меня уже вышита сирень от Алисы, но и эту от чудесной иглы я тоже хочу вышивать. Посмотрите, какая здесь занавеска. Очень классная проработка, смотрится реалистично. Вот эта прозрачная занавеска. Ну и дальше тоже идут дачные сюжеты. Люблю все дачные сюжеты. Замечательные. Любимая дача. Вот такая вот красотища. Многие наборчики из этой серии у меня есть. Вот этот вот набор Адриатика я когда-то выиграла у чудесной иглы. В инстаграм был конкурс вышитых работ. И я вышивала с паниеля, с этой работой участвовала. И выиграла приз. Мне сказали выбрать любой набор. Я выбрала вот эту Адриатику. Как видите, здесь идет вышивка лентами. Сначала идет полная зашивка крестом, а потом сверху вышивка лентами. Очень красиво. У меня есть смешанные техники. Парижанки. Готовая работа от фирмы Панна. Очень красиво смотрится. И вот такая вот работа от чудесной иглы. У меня уже вышита, готова, оформлено. Видео об этой работе тоже есть на канале. Бабочки. Серия бабочек. Корзиночки с бабочками. Очень красивые наборы на черной конве. Я хоть и не люблю вышивать на черной конве, но посмотрите, какая классная огненная сова. Пламя души называется. А набор вышивается на 14-й Аиде. И вот такой фонарик. Тоже в готовом виде этот фонарик очень-очень красивый. Но вот я обожаю павлинов, поэтому у меня есть и такой павлин, и вот такой павлин. И вот этот наборчик, семейное гнездышко, у меня начат. Семейное гнездышко 19 на 25. Небольшой наборчик. Тоже надо будет его в этом году постараться завершить. Вот этот очень красивый наборчик. Так и называется. Красивый роман. И вот эти узоры напоминают узоры на морозном стекле. Лебеди. Лебеди я не скажу, что мне очень нравится. Как-то пиксельно. Пиксельно. Вот эти тени. Ну, как по мне, так смотрится не очень реалистично. Это, наверное, единичный такой набор, который у чудесной иглы мне не очень нравится. Для любителей сов. А, кстати, еще вот этот я не показала. Вот. Для любителей сов. Ловец снов. Называется Дивный сон. Еще одна серия Красавиц. Бриллиант души моей. Моя отрада. Ну, у меня не все наборчики есть из этой серии. Вот только два. Ну, в принципе, достаточно. А здесь такие красивые украшения. Тоже когда-нибудь вышиву эти наборчики. Вот эта серия у меня вышита. Вот этот первый набор Любовь тоже у меня готов, оформлен. Богатство готов, оформлен. Дальше Здоровье тоже готов и оформлен. Все видео есть на моем канале. Ну, как я уже говорила, у меня много вышитых наборов от чудесной иглы. Очень нравится вот эта курочка петушок и цыплятки. У меня есть петушок и курочка от Риолис. А потом вышел у чудесной иглы вот этот набор. Тоже классный, где вместе и курочка, и цыплятки, и петушок. Обалденный. Киски вот такие вот в клубничке сидят милые создания. И вот такой вот тоже красивый наборчик. Называется Нежная забота. Это тоже старый сюжет. Собачки. Собачки. Сейчас, наверное, будет собачка, которую я вышивала. Нет, здесь нет Ричка. Очень красивая спаниелька, которую я вышила. Еще, правда, не оформила. Обалденная готовая работа. Ну, есть тоже на канале, можно будет посмотреть. Ну, и вот такие вот миниатюрки тоже красивые. Вот эта серия хомячков тоже была популярна на Ютьюбе. Многие вышивали эту серию. Я ее купила, но еще ни одного хомячка из этой серии, к сожалению, не вышила. Времени не хватает. Ну, и давайте посмотрим дальше. Каталог от МП Студии. От МП Студии я не все работы знаю. Не настолько знакомы с их творчеством. Я только люблю их вышивку на пластиковой конве. И остальные их наборы я еще не пробовала, не начинала. Поэтому подробно вряд ли могу о них рассказать. Но посмотрите, какие красивые вот эти два набора. Обалденные. Единственный минус, что они вышиваются на 18-й конве. Но это для меня минус. Для любителей 18-й конвы будет такой наборчик. В радость. Посмотрите, какой здесь пришивной элемент. Вот такой вот красивый, деревянный. И вот такая кисточка. И здесь тоже есть деревянный элемент. Ну, замечательный набор. Единственное для меня мелковато. Вот такие вот тоже интересные наборчики. Они, правда, без названия. Только артикул написан. Размер работы и артикул. Тоже вышивается на 18-й аиде. Рисунок-схема на конве для вышивания крестом. Это идет основа. Да, еще смотрите, МП-студия выпускает вот такие вот основы с напечатанным рисунком. Если у вас есть своя схемка какая-то или любую из этих схем вы приобретаете, можно вышивать не на однотонной основе, а на такой вот цветной. Кстати, там очень большой выбор. У МП-студии вот такой цветной основы. Ну, и дальше смотрите, какие еще есть наборчики. Наборы для вышивания нитками на конве. Эти вот наборчики комплектуются ниточками. И вот серия, о которой я вам говорила. Посмотрите еще, какой мишка красивый. Так, это для какой сказки у нас с вами мишка? Что-то я здесь не вижу. Теремка. Вот, что это за медведь? Пишите, из какой это сказки. Вот она, курочка Ряба, о которой я вам говорила. Вот видите, у нее золотое яйцо. Но у меня есть пасхальная курочка. Вот на репка. Вот такие красивые часики. Посмотрите, какие тоже часики на пластиковой конве. И русалочка. И русалочка. Ну, русалочка, наверное, очень большая. Мне не нравятся очень большие игрушки. Я пока не знаю, куда их применять. Ну, вот такие вот небольшие самые то. И смотрите, какие еще есть магнитики. Вот такие вот маленькие магнитики. И вот еще пасхальный кулич с курочкой. Вот такой еще рекламный буклет. Это фирма «Сделай своими руками». Ну, и сейчас с вами посмотрим каталог набора для шитья Меодолла. Я не увлекаюсь шитьем, но для тех, кто увлекается, я сейчас быстренько полистаю, покажу вам, какие здесь игрушки, игольницы. Вот, смотрите, зайчик. Вот такие вот игрушечки. Вот такие вот игрушки. Субтитры создавал DimaTorzok Вот такая замечательная посылочка приехала ко мне из магазина Мир Вышивки. Еще раз напоминаю вам про мой именной промокод, которым вы можете воспользоваться. Ссылка для перехода в магазин под видео. Спасибо вам за просмотр. Не забывайте ставить лайки. С вами была Инесса. Всем желаю удачи. Пока-пока.